Здравствуйте, приветствуем вас на канале Союза педиатров России. Меня зовут Роинска Юлия Владиславовна, я заведующая консультативным отделением КДЦ научного центра здоровья детей. Наш очередной видеосюжет мы хотели бы посвятить проблеме часто болеющих детей. Осень это жаркая пора для всех педиатров и лор-врачей. Самыми частыми посетителями врачебных кабинетов становятся родители с детишками 3-4-летнего возраста, которые часто болеют. По статистике, ежегодно даже здоровые дети переносят от 10 до 12 эпизодов инфекции верхних дыхательных путей в год. А когда ребенок идет в детский сад, то он может болеть практически ежемесячно, и это считается нормальным. Только с возрастом где-то к 12 годам происходит становление иммунного ответа, и ребенок станет болеть реже. Часто болеющими следует считать детей, которые переносят в зависимости от возраста 4 или более эпизодов респираторных инфекций в год. Так чего же боится каждая мама, и чего боится каждый педиатр? Мы боимся пропустить такие грозные заболевания, как врожденное иммунодефицитное состояние. Когда вы придете на прием к врачу, он тщательно соберет анамнез жизни вашего ребенка, и может быть, вам необходимо будет сдать анализ крови из вены. Так что же нам делать, если ребенок часто болеет? Первые рекомендации, от которых мы никуда не уйдем, подходят практически ко всем заболеваниям. Это закаливание, рациональная физическая подготовка, это курортологическое лечение. Часто болеющим детям подходят горные курорты и морское побережье с сосновыми лесами, а также это возможные физиотерапевтические мероприятия, такие как соляные пещеры. Второе, это вакцинация. Часто болеющие дети обязательно должны вакцинироваться, поскольку как только они заболевают, заболевания у них будут протекать более тяжело, чем у здоровых детей. Для таких деток мы рекомендуем вакцинацию против пневмококковой и гемофильной инфекции. И мы постоянно расширяем национальный календарь вакцинации для того, чтобы в него вошли все необходимые прививки. Кроме того, ежегодно мы стараемся вакцинировать как можно большее количество детей против гриппа и таким образом сформировать не только индивидуальный, но и популяционный иммунитет. Теперь поговорим с вами про лекарственные препараты. На фармацевтическом рынке есть порядка 500 наименований различных лекарств, которые называются иммуномодуляторами или иммуностимуляторами. Однако в своей педиатрической практике мы должны использовать только те препараты, которые обладают доказанной эффективностью и безопасностью для ребенка, а таких только единицы. Врач может предложить вам препарат, который имеет эффект местной прививки. Препараты нужно будет применять курсами, и они позволят снизить число респираторных инфекций. Однако мы с вами должны помнить, что если исключены все грозные заболевания, а ребенок продолжает болеть, то это время необходимо просто пережить. К сожалению, у нас нет такой волшебной таблетки, выпив которую ребенок перестанет болеть. Необходимо посещать многопрофильные медицинские центры, в котором в любой момент можно получить полностью консультативную помощь не только педиатра, но и любого узкого специалиста, а также провести необходимые лабораторные обследования. Кроме того, есть несколько легких практических советов, которые помогут улучшить качество жизни вашего часто болеющего ребенка. О них мы расскажем вам в следующий раз. Благодарю вас за внимание, подписывайтесь на наши каналы и заходите на наши сайты.